Я взял, потому что не хватало денег, поэтому искусился на предложение в 2 миллиона и потратил их на свою семью. Это первая в жизни наша взятка? Ну, фактически, да. Я родился в Барнауле, в научном городке. В принципе, всю жизнь там и проживал. Я учился в АСХИ, поступал в АСХИ, закончил АГАУ, УТАСИ, ЮСУДАС, Наградный университет, переименовали его. Получил специальность высшее образование жилья, механик сельского хозяйства. Устроился главным инженером управления жилищно-коммунального хозяйства научного городка, так называлось. Предприятие, которое занималось обслуживанием. Занималось обслуживанием жилищного фонда, то есть фактически поставляло тепловые услуги, канализование, водоснабжение. Отвечал за электричество в домах. Проработал там какое-то время в должности руководителя, потом ушел в главу администрации научного городка Ленинского района города Барнаул. Мне нравилась сфера ЖКХ, а сейчас нравится. С должности главы администрации научного городка предложили должность замначальника управления ЖКХ по теплоснабжению. Я согласился и работал в этой должности. При ликвидации какой-либо аварийной ситуации на территории края я в них довольно много принимал участия. Когда работал практически во всех, вставлял свои телефоны гражданам. Граждане звонили мне днем и ночью, рассказывали ситуацию, которая есть, чтобы я мог ее более полно контролировать, принимать какие-то меры, чтобы получить информацию напрямую от людей, а не от структур, которые мне давали, что у них все хорошо. Тогда более качественно получалось решать те или иные ситуации быстрее. В среди зимы, в феврале месяце было заморожено 60 километров теплотрассы. Силия Кусак немецкого района. И нужно было в срочном порядке решать эту тему. Собирали со всего Алтайского края людей, которые могли работать сварщиками, слесарями, для того, чтобы менять участки труб, которые разморозила. Вся теплотрасса была борошена воздушкой. Воздушкой копать там ничего не надо было, поэтому просто-напросто занимались ликвидацией ситуации. Плюс МЧС присутствовало на этих мероприятиях. Вот с помощью МЧС и наших специалистов в течение двух-трех недель постепенно ситуация была ликвидирована. Получаем копейки, три шкуры дерут с нас. Когда устроили аварию, кто-то напрямую к вам обращался и благодарил? Ну вообще в жилищно-коммунальной сфере это очень редко происходит. Но были и такие случаи, когда обращались и благодарили по телефону. Такое было. Понятное дело, ломатывало, но с одной стороны, а с другой стороны, работа приносила удовлетворение. Я же видел результаты своего труда. Я чувствовал, что приношу пользу людям. Да. Удовлетворение своей работы у меня было без него никак. Два эпизода преступления. Одна преступления, часть пятая, вторая, часть шестая. По части пятой взял взятку в размере 400 тысяч за приобретение квартиры для детей и сирот в селе Лесное. Бийского района. Через посредника. Второй эпизод. 290-я, часть шестая. Взял взятку за то, что в размере двух миллионов. За то, что в Змейногорском районе при подготовке к отопительному сезону фирма, которая выполняла подрядные работы, дала мне за это взятку 2 миллиона. Да никто мне не сдавал. В момент передачи взятки, фактически, стояла камера в кабинете, все. Находился в командировке в Бийске, приехал из Бийска, стоит пакет с деньгами. Что там в пакете деньги, я знал. Я эти деньги забрал, уехал домой и все. 8 лет и 1 месяц колонии строгого режима и штраф в размере 2 миллионов рублей. Бывший заместитель министра строительства и ЖКХ края Андрей Голубцов сегодня заслушал приговор Центрального районного суда. Экс-чиновник взят под стражу в зале. Почему решился? Сложный вопрос, на который сложно ответить. Наверное, не хватало. Хотелось больше, но потратил на свою семью. День задержания. Ну, наверное, в 6 часам приехали, выглянули в окошко. Стоит куча народа, куча машин. Все. Ворвались в дом. Провели обыск. Собрался, поехал в СИЗО. В той ситуации не запоминаешь то, что там говорят дети и все остальное. Все происходит все равно на нервах в любом случае. Человек спокойный, при таком не остается. Поэтому вещи собраны были. Все готово. Попрощался, поехал. Что сказать? Дочь плакала. Если бы у меня было мусси скрыться, я бы скрылся. Две недели это достаточно для того, чтобы принять любые разумные решения. Почему не скрылись? Ну, куда уеду? От семьи, от детей, от дома, от жены. Ну, скроюсь, что всю жизнь буду прятаться. Гораздо проще в моей ситуации лично для меня подсидеть и вернуться обратно к детям. Я не собираюсь никуда уйти из Алтайского края и прятаться, и все остальное. Хочу жить нормальной жизнью, как все живут. Занимаюсь там, не знаю, свободным временем, изучаю литературу, читаю гадеты, играю в шахматы, посещаю кружок любителей книги. Человек ко всему привыкает. И к колючке, и к распорядку дня, если он хочет выйти на свободу пораньше, не до конца сидеть, вдруг он просто будет выполнять те условия, в которых он живет, эти требования, которые к нему предъявляют. Я хочу выйти пораньше на свободу. Отсутствие любимой работы и семьи для вещь, сложно, которая переносится. Каждый же по-разному все это воспринимает. Я воспринимаю как испытание, которое должен пройти, я его прохожу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok